ДОМСКАЯ ТВ ДОМСКАЯ ТВ ДОМСКАЯ ТВ ДОМСКАЯ ТВ ДОМСКАЯ ТВ ДОМСКАЯ ТВ на море. Вперед или что там с ним происходит? Барахтается на месте. Не вперед и не назад. Как муха в янтаре. Написал в одном из материалов, ни себе, ни людям. Четыре матча подряд ничья. То есть после поединка с киевским Динамо, которому лух тут в студии восхищались, ничья со Сталью 1-1, потом ничья 0-0 вылет из Кубка Украины от Днепра 1. Ну 0-0, но по пенальти проиграли. В понедельник, когда мы были в эфире на Думской вечером 0-0 с Мариуполем здесь в Одессе с командой Бабича, который ушел от нас туда. И сейчас... Ну ушел или ушли, это... С которым попрощался Черноморец. Сыграли в ничью 0-0. И ждали мы каких-то чудес. Субботу матча с Александрией и те же 0-0. Ну то есть три матча подряд 0-0. И как-то, ну так знаете, как бы, ну... Нельзя сказать, что это вверх. И Сталь тоже там внизу набирает очки, тоже в ничьи играет. Такое ощущение, что хотят побить рекорд по ничьим. Давай все-таки по самой игре поговорим, что получилось, что не получилось. Почему такая безвыигрышная серия? Ну мы о двух будем говорить, поскольку зацитим именно с прошлого понедельника и суббота. Ну как-то вот, как-то вяленько. Не знаю, моментов было немного, то есть скорости не те, составы какие-то непонятные. Непонятные действия Олега Дулуба. Что ты имеешь в виду непонятные составы? Ну, невозможно понять, почему вот играет именно этот футболист, а более сильный, который сыграл более сильно в других поединках, он на замене. Непонятно то, что при счете 0-0 на своем стадионе, когда команде нужно побеждать, делается всего лишь одна замена, а вторая и третья в компенсированное время делается. И потом наступает поединок с Александрией, в котором также замена делается, первая и вторая замены делаются на 91-й, 93-й и 94-й в минутах, хотя добавили 4. Ну, то есть, я не могу понять, что хочет добиться тренерский штамп, или это какой-то бойкот, или это что-то... А может быть по-другому все-таки посмотреть? Здесь дело не в стадионе, не в странных моментах, которые там сейчас заменители и заменители. В конце концов, решение выиграть, это всего лишь решение. На самом деле команда должна быть готова к этому. Насколько силен состав, насколько они сыграны, насколько они, я не знаю, физически хорошо подготовлены сегодня. Они показали все в матче с киевским Динамо. Они выиграли у Динамо вполне заслуженно. Они хорошо себя показали технически, тактически, мотивационно. Но что произошло потом? В интернете просто уже настолько много этой информации, что кто-то кому-то не дал премиальные, что пацаны не хотят играть, и что дайте им деньги за победу на Динамо, и они тут же заиграют. Но, дорогие друзья, они профессионалы, их нанимают для того, чтобы они играли в футбол. То есть вы же не будете в студии плохо разговаривать только из-за того, что вам не дали премиальные за встречу с губернатором, например. Да. То есть Александр Новицкий говорит, извините, я сегодня не в настроении. Потому что одним дают премии, а другим, например, не дают. Вот на это вымекает. Понимаете, профессионал, у него написано в контракте играть в футбол. То есть профессионально защищать честь клуба на такой-то арене. То есть если ты не хочешь играть, если у тебя нет мотивации, подходишь к тренеру и говоришь, вы знаете, не могу я сейчас, у меня вот осеннее настроение, я не хочу играть против Мариуполя, Александрии и ЭСК Днепр-1. А у кого тогда выигрывать и... Ну, может быть, собрать и спросить, а у кого есть настроение? Пусть тот сегодня выходит в составе. Ну, я думаю, что не все так просто. Потому что, честно, не могу понять, что происходит с командой. То есть я помню, когда только назначили Дулуба, ты как раз говорил о том, что похоже, это тот человек, который нужен черноморец для того, чтобы выкоропаться. Да, и он показал, что он может команду сделать быстро из кое-чего сделать, ну, если не конфетку, то что-то такое похожее, что-то вкусненькое. И по игре действительно прибавили моряки и как-то играли. Хотелось смотреть игры. Последние игры не хотелось смотреть. Это очень уныло и как-то вот без эмоций, без... Даже вот разбирали поединок Йожев, Саба и другие старейшины украинского тренерского цеха. Которым тоже есть вопросы, когда они были на тренерском мостике. Да, но они так разнесли просто вообще эти игры, что аж страшно становится. Слушайте, ну, страшные вещи вы рассказываете. Я вижу, как вы взволнованы совершенно. Искренне. Конечно. Погубу я не разделяю этого. Ну, просто могли набирать как минимум там шесть очков в этих играх, а всего лишь три, да, в трех поединках последних. Ну, знаете как, недобор. А есть ли информация, в каком финансовом положении сейчас находится клуб? Ну, все то же самое. То есть, официально никто ничего не скажет. В клубе говорят, что все в порядке. То есть, зарплаты выплачиваются, все в порядке. Какого уровня зарплаты? Низкие, маленькие? Что с премиальными? То есть, опять же, официального объявления нет. У меня, например, у нас на сайте думская.нет постоянно пишут наши комментаторы, которые стабильно читают все новости на думской и спрашивают, почему вы не возьмете интервью там у Васина, у Петина, у Степина. И пусть они расскажут, что им не дали премиальные от Донецкого Шахтера матчи за победу над Киевским Динамо. Ну, где эта информация вообще есть? Ну, кто засвидетельствовал то, что были какие-то деньги и что кто-то кому-то не дал, кто их присвоил? Это все слухи. Мы не можем распространять слухи, не имея никакой информации. Вот абсолютно никакой. То есть, кто-то где-то сказал, одно из всеукраинских СМИ регулярно, как говорят, в кавычках, мочит черноморец. То есть, это явно видно вот просто как заказного характера материалы. Кто-то очень не любит Климова. Ну, мы многие его не любим. Ну, Одесса его, в принципе. Фраза «кто-то», да, очень. Ну, да. И до такой степени не любит, что вот, наверное, помогает на него еще больше грязи лить, как бы. Человек себе отдыхает там где-то в Лондоне. На него тут, ну, он же не чувствует. Ну, послушайте в том, что мы видим, как играет команда. Да. Точнее, не играет. То есть, что с командой Олег Дулук должен объяснить. Были слухи о приходе Константина Фролова на пост главного тренера. Их часто развеивали, их часто опровергали. Кто-то говорил, вот он уже сейчас приехал из Грузии, сейчас вот еще чуть-чуть. Но, позвольте, а где информация? Ну, то есть, он встречался с президентом, он на чем-то договаривался. Насколько я знаю, Олег Дулук... Это вряд ли можно скрывать, потому что есть люди, которые действительно об этом говорят. И люди, которые друг друга не знают. Да, то есть, договорились они или не договорились. Тут не так много осталось. Месяц всего, и мы узнаем, он останется или не останется. Насколько я понимаю, какие-то общие слагаи мы нашли все-таки президент и главный тренер. И, насколько я знаю, он собирается оставаться. Я надеюсь, что удастся связаться с ним на этой неделе. Я тоже лично постараюсь... Ну, уже в понедельник услышать еще больше подробностей. Да, уже спросить действительно по существу все вот эти моменты, все эти вопросы. Поскольку я официально уже к клубу обратился с просьбой прокомментировать. Потому что наши читатели, я не знаю, как с другими сайтами, на думской.нет, их это интересует. Я смотрю это по тысячам просмотров. Но чем меньше официальной информации, тем больше появляются слухи. Да, но нам не нужны слухи, мы хотим факты. Будем следить за черноморцем. Давай перейдем к баскетболу. Одесская бипа на прошлой неделе порадовала своих болельщиков наконец-то. Одесская бипа – это просто что-то с чем-то. То есть, вот насколько они могут сначала разочаровать своей игрой поначалу. И насколько потом они делают такие подвиги, что действительно в пятницу в поединке с Будивельником, чемпион Украины, команда на ходу, команда играла в Лиге чемпионов в этом году недавно. И проигрывать практически весь поединок и потом на жилах, на характере, на эмоциях вырвать победу с разницей в одно очко – это просто был взрыв. Я комментировал этот поединок, честно, на украинском языке, но я уже не знал, какие слова там употреблять. Мне, наверное, таких даже не было. Не хватило алфавита. Не хватило алфавита, да. Даже украинского, там где еще и Г, вот это есть. И Г. И Г, и Г. Так все-таки было Г? Было, там столько было всего, что… Но там было и Г, и Г, все было. Вот эта эйфория, которая была в пятницу вечером, она плавно перенеслась на день воскресенья, когда приехали черкаськи «Мавпы». Казалось бы, «Мавпы» не входит в число фаворитов чемпионата, но они обыграли «Химик» в пятницу. И приехали тоже как бы с хорошей задачей обыграть «Битву». Ну, «Мавпы» всегда непростой соперник, даже когда они в разобранном состоянии. А в этом сезоне у них очень сильный состав и очень хорошие американцы. И Кольченко попадал все практически, что можно было, набрал на 25, по-моему, очков. И Кобец, и Конев из «Химика», который перешел. Да, в принципе, там очень хорошая команда, разыгрывающий «Бояркин». И на протяжении всего матча «Мавпы» вели. Как начали с 4-0 в первой четверти, потом вели плюс 13, плюс 14. И в четвертой четверти они вели плюс 14. И концовка была такая просто сумасшедшая. За минуту 17 счет разница была в 7 очков. И «Бипа» просто колоссальными усилиями отзащищалась. Довела дело до 68-70. И когда оставалась одна секунда буквально... Один бросок. Одна секунда буквально оставалась, заработали штрафные танцы Лейфи и НАИ. И вот эта тишина в зале. Было слышно даже, как эти клопы, которые Одессу атаковали, летают и жужжат. И ему нужно было попадать два броска из двух. И только тогда дело переходило в овертайм. И он попал оба. Началась пятиминутка. И также она получилась очень напряженной. Буквально на одном дыхании. Настоящие качели были. То наши выходят вперед, то и черкаськи мавпы. И в самой концовке, когда оставалась 1,2 секунды, была атака у соперника. И попади трехочковый, и опять овертайм. А наш Михаил Волчанов вовремя поставил блокшот. И наши ребята выиграли 82-79. Порадовали. Ну, мало сказать, просто порадовали. Они подарили праздник. И трибуны переполнены. Поединок на одном дыхании. Ну, действительно, характер такой был. Тем более, доигрывали без двух игроков. Без двух больших, которые перебрали фолов. То есть Тихонов еще в третьей четверти сел. А Тищенко в начале овертайма. То есть он набрал свои три с фолом. И потом также без больших практически защищались последние минуты. Это было, конечно... Ну, главное, что вырвали победу. В отличие, к примеру, от Южненского Химика, который на прошлой неделе очень сильно расстроил своих болельщиков. А Химик, мне кажется, переел баскетбол за последнее время. Четыре матча сыграли в Кубке Европы ФИБА. И плюс уже сыграли пять поединков в чемпионате за очень короткое время. То есть это, я не знаю, ребятам не позавидую сейчас. Девять поединков за месяц, считайте. То есть, ну, очень сложно. Ну, на господинке не только люди Химика играют в таком темпе. Только они так играют, потому что они играли четыре матча Кубка Европы. А остальные команды играли только в чемпионате. Я имею в виду не украинские команды, а, к примеру, в Европе. Да, да. Ну, там немножко по-другому ситуация. Но проиграли Монсу в Бельгии, проиграли крупно, проиграли практически без шансов. Что существенно усугубило всю ситуацию, которая была в турнирной таблице. И, в общем-то, после того, как турки выиграли свой поединок в параллельном матче, Химик потерял даже теоретические шансы на выход в следующий раунд. Четыре матча, четыре поражения в Европе. И будет последнее место, я так понимаю. Ну, тут для опыта, наверное. Команда-то обновленная. Ты всегда оправдываешь наши команды тем, что для опыта. Я не оправдываю. Обновленная просто команда. Многим из них нужно еще набраться этого опыта. И, как бы, ну, два поединка осталось. Я думаю, хорошо, должны сыграть южницы, попытаться выиграть. Там уже будем смотреть. А в чемпионате, конечно, принципиальнейший поединок с Будивельником вчера был в Южном. Химик проиграл Мавпом, как я уже сказал, также с разницей в одно очко. 67-68. И вчера также была такая перестрелка. Как говорится, чемпион против вице-чемпиона. Это всегда интересно. Это как Динамо-Шахтер, по факту. Да, и Химик проиграл, к сожалению. Четыре очка, тоже напряженная была игра. И, к сожалению, два поражения, три победы у Химика. И пока внизу южница, поскольку меньше всех сыграли игр. Начнутся сейчас перенесенные матчи. И силы, желаю. Потому что, действительно, не все оказались готовы к такому графику. Буквально перед тем, как перейдем к волейболу, информация для наших телезрителей. Мы показываем в прямом эфире презентацию фильма Одесситы на Донбассе. На месте находится и наш корреспондент, специальный в Киеве Владимир Грослу. Чуть позже обязательно узнаем все подробности. Следите за эфиром. Ну, а мы возвращаемся к спорту. В волейбол. Волейбольный химик провел свои поединки. Первое сопротивление серьезное. Волейбольный женский химик. Волейбольный женский химик. Это там, где коротенькие шортики и обтягивающие маечки. За то, что мы так с тобой любим. За то, что Александр так долго ждал. Вчера сыграли с тернопольской голычанкой на выезде там, в Тернополе. Первое сопротивление действительно химик на себе ощутил. И едва-едва не проиграл, кстати. Был счет 1-0 в пользу химика. Затем две партии проиграли. Причем третью со счетом 11-25. То есть там голычанка вынесла, как говорят. И в четвертой также был счет очень такой скользкий. 23-23. И могло быть очень даже страшно. Ну, то есть в итоге 25-23 выиграл химик. Перевел матч уже как в пятихатку. И там уже спокойно 15-8 выиграл. 49-я победа подряд была. И сегодня уже в 11 часов повторный поединок состоялся. Тут уже 3-0, как обычно. Собственно, противостояние химику волейбольному было очень недолгим. Ну, там действительно по партиям тоже было сложновато. То есть не совсем легко. Но 50-я победа подряд в украинских турнирах. То есть это один кубковый матч, два суперкубковых и 47 чемпионатов. Это вообще представить себе практически, мне кажется, невозможно. Я даже не знаю, есть ли где-то в каких-то странах вот такое. Я не понимаю, как девочкам мотивироваться на каждую игру. А проблема в том, что большинство состава покинуло Южный. Именно по этим причинам. Расти некуда. То есть нет мотивации. Многие поуезжали действительно. Кто-то в Турцию, кто-то в Россию, кто-то еще куда-то за границу. Далеко-далеко. И поэтому сейчас обновленный химик. Вот сейчас показывают девочек. Большинства из них уже в команде нет. Я хотел бы сейчас прерваться буквально на несколько секунд, чтобы послушать, о чем идет речь на презентации. Напоминаю, что сейчас мы можем показать вам прямую трансляцию из Киева. Примеры документального фильма «Одисситы» на Донбассе. В Кирпиаде «Планета кино». Можно отдать звук? Мы хотим узнать, что там происходит сейчас. Спасибо большое. И еще я вам скажу. Завершу, если вы отвечаете на ваши вопросы, мы ведем прописи с теми, поговорим с каналом «Осси ТВ». И для канала «Осси ТВ» мы будем делать все-таки окремую актуализированную версию. До речи, вот вони Олександрові також задавали это вопрос, что не вся Одесса так важна. В Одессе было 20 тысяч людей, которые принесли украинский прапор. И действительно в Одессе победила. Практически в Одессе победила Украина 2-го травма. Это же понятно. Это был самый безопасный бастион Путина. Так вот, канал Майси Стиви, мы будем эту версию, где-то расширим ее в информационном плане. Там будет больше информации. Но это фото, что мне кажется, что это режиссер, который имеет право на кинопрокат. Чи предпочитаете вы какую-то фестивальную историю фильмов? Думаю, ну хай режиссер уже отвечает. Это его приоритет. Ну да, у нас есть с художником проводителем, с Тарасом Ткаченко, некоторые мысли по поводу того, на кий фестиваль податься. Но мы решили посмотреть, как придет прокат первый. Потому что это будет фактический срез и понимание того, что мы должны дальше делать. А в Киеве когда премьера? После Одессы. Мы уточним. Мы еще технично узгодим. И кинотеатр не можете назвать? Вот этот же? Тут будет? Тут будет, безумовно. То есть в мережи этих кинотеатр? В мережи планета кино, пока что мы с ними договорились, да. А какой бюджет фильма? Бюджет фильма 1 миллион 800 тысяч гривен, с яких державные кошки это 1 миллион 600. У нас еще будет возможность сегодня посмотреть прямую трансляцию. Мы узнаем подробности от нашего корреспондента Владимира Гросула. О спорте на этом у нас все. Леня, благодарим тебя. Леонид Францискевич, спортивный журналист, был нашим гостем. Перейдемся на несколько минут, после продолжим работу. Оставайтесь на Думской ТВ. Будет интересно.